В ходе сбора и подготовки в суд документов по фальсификации выборов стало очевидным, что нарушения были массовыми и носили системный характер. Произвол, полицейщина, сращивание силовых структур, судов и фальсификаторов систем и избирковов на этих выборов стали нормой. Участники митинга требуем отмены результатов выборов депутатов Тярославской областной думы 6-го созыва как грязных и сфальсифицированных. Второе. Тщательного расследования всех жалоб, поступивших во все инстанции в ходе выборной кампании и в день голосования и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы требуем пересмотра областного и федерального законов о выборах. Я думаю, сегодня выступающие конкретно предложат, в какой части пересмотра этих законов. Ввести уголовную ответственность за превышение избирательных фондов. Мы помним, как создавались департаменты в областном правительстве и как их возглавляли политтехнологи, как на высшие руководящие должности властной правительства приходили политтехнологи, как из нищего, скудного бюджета области покупался целый телеканал, как создавались газеты. И эти все СМИ мы прекрасно видели, как они работали. Законодательная власть в это время готовила гнуснейший закон о выборах, которого не было, по-моему, в истории Российской Федерации. По крайней мере, все политтехнологи это отмечают. Вот мы сейчас пожинаем плоды, в том числе и этого закона о выборах. Законодательная власть ввела в состав областной избирательной комиссии 26 заместителей глав территориального самоуправления, которые получали заработную плату, как заместители глав управления. С весны они стали получать зарплату отдельно, а это десятки миллионов рублей на заработную плату этим людям, которые один раз в году проводят на уровне различного вида.